Здравствуйте, я доктор Евгений. Я покажу сейчас, что делать, если сколиоз каким-то образом начинает беспокоить. Беспокоит он обычно возле лопаток, либо где-то в пояснице. Смотрим. Сам сколиоз это только следствие, запомните, это искривление позвоночника в сторону, это сколиоз, это следствие, следствие каких-то дисбалансов в теле. Это может быть таз, это может быть череп, потому что позвоночник это как стена, которая между фундаментом и крышей. Крыша поехала, стены поехали. Фундамент поехал, стены поехали с крышей вместе. Поэтому важно все держать в порядке. Но если вдруг случилось так, что очень где-то вдоль спины, под лопаткой, как обычно говорят, вообще между лопатками, где-то вот тут болит, ноет, ничего не могу сделать, вот тут болит, ноет, ничего не могу сделать. Где-то слева поясница болит, ничего не могу сделать. Сейчас покажу, как быстренько избавиться от этой ноющей непонятной боли. Ну а потом, конечно же, найдите спица, сходите к нему и подлечите крышу, фундамент и стены. Показываю, как выглядит сколиоз. Идем по выпрямителям спины. Выпрямители спины это вот такие столбики прямо возле позвоночника, которые прямо можно пощупать. У кого-то они маленькие, у кого-то большие. И вы видели тот сколиоз? Вот в ту сторону, куда гнется как раз-таки у нас позвоночник, где дуга оставляет у нас угол именно в эту сторону, то есть угол не закрыт, а именно открывается угол именно сколиоза, именно с этой стороны нам и нужно найти те самые мышцы, которые вдоль позвоночника. Еще раз, допустим, в грудном отделе угол именно вправо искривлен, то мы находим эту мышцу справа. Вы даже почувствуете, как она справа будет болезненная, а слева будет достаточно мягкая и будет разделенная. А с правой стороны, где именно, куда отклонен позвоночник, она будет как струночка такая. Соответственно, в поясничном отделе, возможно, будет обратная ситуация. То есть дуга изменена позвоночника влево, тут будет достаточно плотная мышца, а с другой стороны будет достаточно сепарированная, мягкая. Так вот, на том сколиозе, который мы здесь увидели, я нашел, что справа здесь даже легкий горбик есть, реберный. Поэтому что делаем? Мы дезактивируем эту натяжную мышцу для того, чтобы избавиться от боли в грудном отделе. Что для этого нужно? Смотрим. Встаем на эту мышцу и нащупали ее самую такую вот твердую часть. Верхнюю. Нашли, где она внизу. И нижнюю. И мы просто встали на эту мышцу и сближаем пальцы, как бы эту мышцу укорачивая. Натянули ее и стоим. Еще раз взяли, снизу, сверху и как бы щипаете ее двумя руками, пытаясь сблизить друг к другу два конца этой мышцы. И просто стоим. Поначалу ткань может сопротивляться, то есть она будет очень упругая. Но вы терпите. Секунд 20-30 нужно постоять, пока вы не почувствуете, что под пальцами начинается легкое движение. И фасция мышцы начинает податливо вам поддаваться. И это движение пальцев вы продолжаете, продолжаете, продолжаете. До тех пор, пока либо вы не ущипнете кожу, либо ткань не попросится обратно. В данном случае мы щипаем. И вот мы уже миофасцию эту расслабили. И после этого мы просто отпускаем руки. Этой техникой мы сбиваем излишнюю активацию мышечных волокон, которые пытаются удерживать кривой позвоночник и утягивают его в сторону. Напоминаю, техника для устранения боли. Потом ищите спица, чтобы подправил вам фундамент и крышу. С поясницей, если у нас выдвинута дуга в другую сторону, все делаем ровно то же, но именно по той стороне, куда сдвинут позвоночник. Встаем на выпрямителе около позвоночника и сближаем концы. До тех пор, пока ткань не расслабится. Она расслабится тогда, когда либо пальцы попросятся назад, либо вы уже в кожную складку встанете. В данном случае уже здесь у меня пальцы попросились назад. Так можно сделать скорую помощь при сколиозной боли. Так вы не вылечите сколиоз. Но от боли вот этой вот нелюбимой, которая постоянно то под лопаткой, то где-то в середине, то слева в пояснице, вы можете избавиться. Поэтому пробуйте. Был рад делиться.